здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пьяненко и сегодня у нас ну программа память с одной стороны с другой программу удовольствие потому что всегда приятно вспоминать истинных героев героев спорта как пелось когда-то в советских песнях о человеке которого но именно до сих пор помним олимпиаду 80-го года помним все это замечательное конечно конечно 72 год в общем обо всем вы сейчас сразу же соединиться у вас потому что в гостях у нас наталья сергеевна белова выпускница московской государственной академии физкультуры дочь легендарного баскетболиста сергея александрович белого олимпийского чемпиона 72 года там очень много всех званий здравствуйте наталья да добрый день вот я прекрасно понимаю что быть дочерью легендарной безусловной личности особенно после того как ведь что там греха таит был период когда ну да известные спортсмены а потом какой-то вдруг опять был всплеск такой невероятный выход фильма и конечно же возможности интернета когда в любую секунду мы можем найти этот фрагмент с комментариями нины ереминой о том что сборная советского союза становится чемпионами просто это даже не крик был а что-то потусторонние я не знаю мне тогда было всего четыре года и даже не в курсе что происходило но наверняка это был очень такой эмоциональный момент мы начнем с того что к сожалению 10 лет как нет вашего папы до этого октября было десять лет и скончался он фирме до в перми вам последние годы жил работал в перми занимался развитием перского баскетбола был тренером легендарной команды урал great который под его руководством два раза становился чемпионом россии обыграв циска он один из основателей кэсбаскета это школьная лига поэтому да и так получилось что общем скончался он там всю жизнь баскетболе ведь как бывает можно быть великим спортсменом но не в тренерскую работу не уйти ну и не состоятся да вот очень много таких спортивных историй а ваш папа всю жизнь баскетболе вы знаете но это характер все прекрасно знают характер сергея белова и в фильме и в книге движения вверх то есть это такая тема которая но она у всех на слуху его непоколебимости его любовь в баскетболу его в такую упертость скажем даже да и наверное человек который однажды вот родившись в деревне на щеково томской области губинки скажем так один раз человек влюбился баскетболом еще мальчиком и вот эту любовь он пронес через всю жизнь то есть и как спортсмен и как тренер но убила по-другому нельзя было но у него не могло по-другому не получиться как быть и легендарным баскетболистом мирового уровня да и вот тренером ну мы так сейчас попробуем с финала до такого яркого финала потому что наверное уход таких людей найти такой финал как заново закрывается или матч заканчивается а вот это послевкусие она никуда же не девается она все время остается с тобой так наверное уход спортсмена и я так понимаю что памятник в перми до кого-то расскажите с чего началось началось с того что в начале лета ко мне обратилась федерация пермского края с тем чтобы дать разрешение поучаствовать создание и открытие бюста сергея александровича в перми она ли героев спорта вот я подключилась конечно с большим энтузиазмом проекта есть такой алле российской славы которые занимаются изготовлением установкой бюстов не только спортсменов но вообще великих людей а вот мы работали были отданы фотографии по которым было вылеплен скажем так бюст еще из глины меня пригласили посмотреть нести свои коррективы да вы знаете я на самом деле когда приехала я была очень сильно потрясена то есть такое сходство но у нас скульптор щербаков славата александрович профессор очень заслуженный гениальный просто вот я считаю скульптор я когда увидел игру вот у меня был просто потрясение мы не исправили в образе вообще ничего единственное что было подправлено это положение пальца на мяче все уже это вы уже как специалист нет просто со мной была знакома и деми владимир да он директор детской спортивной школы динамо я попросила его потому что не очень разбираюсь баскетболе вот и он нашел вот эту маленькую неточность которую мы единственно что исправить как интересно да и вот 3 июля в перми состоялась открытием открыли присутствовал губернатор почетные гости президент федерации кириленко андрей геннадьевич а вот произошло открытие вы знаете когда я возвращалась уже в москву я подумал о том что да я училась вот московской государственной до академии там мы ее так любя называем алаховка потому что сначала это был областной институт сейчас это академия уже московская а ну вот тут некая неточность я училась до четвертого курса потом перевелась и закончил все-таки гаца оливк центральный институт и вызвало физкультуры да это главное это одно из да да но вот в гаца оливке есть тоже аллея героев спорта и у них установлено очень много бюстов они посвящены не только великим спортсменам но даже преподавателям которые вносили свой вклад скажу так в развитии института и я подумала почему на территории валаховки да нет у нас такой аллея при том при всем начиная с 1952 года стены института закончила около 250 это только призеров и олимпийских чемпионов то есть это уже это колоссальная аллея может это колоссальное количество это мы говорим только о людях которые имеют отношение к олимпийским это не считая чемпионов мира мира европы за советского союза до советского союза до понимаете я подумала что нужно кто-то должен выйти с этим предложением почему не я да вот я обратилась на кафедру баскетбола с предложением о том что не поддержит ли меня кафедра вот открыть такую вот алиус на бюстере александровича ну получила полное одобрение потому что заведущей кафедры лаптев анатолий владеевич в 2009 году вми в составе тренерского штаба сергей александровича выиграл не выиграла все время я ошибаюсь мне на и ночь хотелось чтобы они грязани второе место на универсиаде старший преподаватель только мальча разаев легенда российского баскетбола человек который узнает весь баскетбольный мир у него порядка 50 рекордов там несчетное количество книги рекордов гиннесс а то их момент учил сергей александровича белова моего отца у него училась моя мама у него училась я и сейчас на кафедре баскетбола у него учится мой младший сын поэтому тут уже такое поколение вот конечно кафедра поддержала мы вышли с предложением к ректору чесноком николай николаевич он двумя руками согласился и вот как раз 3 октября дата годовщина смерти 10 лет мы открыли бюст но вы знаете тут даже не столько знаменательное событие что мы открыли бюст главное что это новое скажем так мы положили новую традицию до аллею то то есть вот я сказала сколько выдающихся спортсменов до выпускалась то есть сейчас у академии будет очень большая скажем так работа в этом направлении да кого они хотят увековечить ну и в общем-то спорт он тоже нуждается в каком-то продвижении и это тоже хорошо потому что многие действительно но если бы не этот фильм но мы вот знаем все второй год ну поклонники баскетбола знают ну люди которые любят спорт зная но правильное продвижение ведь это же в общем то тоже геройский поступок но любой кто когда-нибудь хоть где-то играл я не знаю во дворе футбол прекрасно понимаешь что какие там эмоции а здесь столько всего поэтому я думаю что еще не раз наверно будут звучать какие-то приятные слова и речи и будут открываться новые бюсты сандарова это вот прям до мои мысли прочитали потому что в 2021 году в 2021 году на родине отца он родился в деревне на щеку в томск области рядом село мельникова по губернаторской программе был построен спортивный комплекс многофункциональный там до баскетбольный зал есть тоже борцовый зал и жителям шигарского района предложили 130 имен на выбор все единогласно проголосовали за то чтобы назвать его белом серии александрович и поэтому мы сейчас вот именно с проектом аллея российской славы кто изготавливал бюст получили сейчас вот недавно буквально на днях разрешение от администрации об установлении бюста именно там потому что получается их сколько будет 3 3 3 да потому что очень хотелось отблагодарить именно жителей именно потому что они так любят своего земляка игру 130 претендентов и выбрал бы он именно поэтому такая гордость интересно дочь это все-таки очень лично как бы мы не любили как бы мы не смотрели как бы не мы не аплодировали и не восхищались все равно есть близкие люди те кто для кого это ну родственное вот что вы ощущаете одно дело человек приходит на могилу к своему родственнику да там есть бюст нет может просто надписи так далее какие-то чувства а что вы ощущаете когда вроде бы как незнакомые люди вдруг понимают или соглашаются с вашим предложением и аплодируют и говорят добрые слова вас у дочери какие ощущения у меня гордость прежде всего конечно это гордость за отца за то что вот он сам себя сделал вот таким великим ну слава благодарности конечно да вот людям которые очень часто я уча общаюсь с тренером и с бывшими игроками который га теплые слова которые помнят все его заслуги даже сейчас еще один проект следующем году будет 80 лет сергей александров 23 января я вышла с предложением к федерации баскетбола мы разговаривали с кирилленко андрей геннадьевич с президентом назвать сезон 2324 сергей белов 80 получила полное скажем так добрый одобрение до меня поддержала уже сейчас федерация баскетбола москвы единая лига втб ассоциация студенческого баскетбола поэтому это будет такой масштабный очень вот проект именно посвященный памяти великого легендарного сергей белова и мне как дочери очень приятно получается что вы папа ушел 10 лет назад да вы как дочь продолжаете его не просто жизнь а именно баскетбольную профессиональную жизнь до сих пор да можно так сказать да такой хотя никогда к баскетболу никакой отношении он даже не не хотел да но наверняка какой-то раз вы у нас чек физкультурные все он понимал что со спортом будет связано да конечно я занимался легкоатлетикой а то есть я выбрала на самом деле такой индивидуальный вид спорта когда прекрасно понимаешь что все зависит только от тебя если точно хотели спортом абсолютно но я не хотела никогда заниматься баскетболом вот почему это было просто вот принципиально нет это не арка маняя я не хотела команды индивидуально мне нужно было что-то индивидуальное вы знаете один раз в разговоре с отцом я уже была достаточно взрослым это коснулись как раз этой темы и он мне сказал я не люблю командные виды спорта я говорю как но это же нелогично человек который посвятил всего я всю свою жизнь баскетболу он не говорит ну вот понимаешь такая ситуация ты выходишь все там окрыленный ты берешь в руки мяч ты выходишь на площадку а а у остальных сегодня вот не задалось нигде и нужно брать инициативу на себя кстати у среди сачника не боялся до забрать на себя ответственность вести на юзо индивидуал вести за собой команду да вот как в фильме да дайте серому мяч он знает что с ним делать вот понимаете поэтому игру как так он год я просто очень сильно люблю баскетбол вот все вот в этой фразе было все да то есть несмотря на либо играем либо не игра то есть вот туром никаких других вариантов вообще серица нашего такого жесткий был по характеру давайте мышь по характеру и немножко пройдемся по биографии по по биографии сергея белова потому что я помню после выхода фильма а многие обсуждали кстати фильм правда на мой взгляд удался удачно такая вот в нем то что есть для кинематографа важно ты выходишь после кино с ощущением какого-то чуда которое состоялось на твоих глазах если этого нет про любой даже про любовь это не получается но и все равно ходили споры так не так и так далее вот об этом и а судьбе и а спортивной карьере сергей александровича его дочь но практически начинала учиться в одном московском московской государственной академии физкультуры а завершила обучение в областной начинала а завершила уже да ну в общем да все равно московский физкультурный самый-самый но и сейчас сделаем небольшую паузу после чего вернемся и продолжим разговор напомню что эта программа открытый диалог наталья белого у нас здесь в гостях а дочь легендарного баскетболиста сергей александровича белого которая вот продолжает его скажем так движение вверх потому что баскетбол и хотя сама наталья сергеевна баскетболом не занималась по крайней мере до индивидуальными видами спорта интересовалась но вот поняла на каком-то этапе что конечно же для нас особенно для всех россиян имя этого человека ну прям можно смело сказать бессмертно мы верим твердо в героев спорта и как ни крути эти воспоминания особенно для болельщиков как ряд со стажем очень важны но давайте мы все-таки вспомним биографию и вот отталкиваясь от фильма который произвел фурор с точки зрения что неожиданно взяли такую историю я был удивлен что многие даже не знали но скажем несколько поколений что вы вот такой знаменитый эпизод вот и как-то с вами работали вам задавали какие-то вопросы все ли фильме по похоже с папой связано или все-таки это немножко выдумка вы знаете я вам скажу вот как конечно это мы говорим сейчас о художественном фильме да если бы мы снимали документальный то там все было приближено именно к реальностям да но тот художественные фильмы для того чтобы создать скажем так вот именно вот этот ажиотаж заинтересованы заинтересовать зрителя конечно частично это есть выдумки в этом фильме что-то там вот пошло не так с фамилии допустим тренера да когда родственники отказали дать фамилию кондрашина а вот она в большей своей степени конечно это показ о том о заслугах да о том о том что наша команда во времена холодной войны и будем говорить откровенно 1972 год сложная советская в общем-то дизельное советское время да и вдруг получается такая сенсация то есть первый раз мы выигрываем американцы более тут очень такой важный момент чушь там греха таить мы же как страна футбольно-хоккейная но в хоккей да там если не чемпионы был период тоже как раз чуть позже там серии 81 годы ну то есть вот это вот 70 70 70 70-го по 85 и вот хоккей так далее футбол все так любят но никогда да не получилось и непонятно получится ли а тут чемпионы мира самый страшный соперник самое главное самое что на есть американские до 7 2 ты не это просто вот еще до встречи брежнева с никсоном когда уже там какое-то потепление начнется вот то есть вы считаете и что в общем то с точки зрения художественного воплощения это было правильное кино конечно конечно потому что вы посмотрите какой был ажиотаж вокруг этого фильма до сколько людей вот мне просто звонили рассказывали что вот после сеанса когда зажигался свет зал вставал аплодировал понимаете то есть у меня там ребенок посмотрела несметное количество раз ну да потому что тоже это гордость это достояние это не какой-то там заслуга одного человека это команда это движение вверх команды именно вот то что говорит очень много о том что именно вот тогда люди готовы были не боялись самое главное не побоялись выйти и сыграть против американцев актер вас устроил как сыграл роль кирилл зайцев да я его называю теперь своим родственникам да ты общались как-то какие-то да конечно мы общались но тут дело в том что мой брат александр белов вот от второго браку отца вот он скончался несколько лет назад а он занимался как раз постановка всех трюков он был главным консультантом именно баскетбольный ну да он занимался баскетболом он играл играл и в америке учился и потом в уралгрейте что удобно было так сказать и стоишь той стороны конечно да и он отвечал именно за консультации за все трюки постановочные на баскетбольной сцены да и вот у меня знакомы с кириллом и с ребятами которые снимались потрясающе но это вот антон гердичев тоже можно сказать режиссер который объединил вот ребят там же не все баскетболисты ну да да а там же были и актеры которых саша готовила там 9 10 кирилл зайцева готовил да у меня был подобный опыт мне нужно было играть в большой теннис я в него никогда не играл настольный да и мы несколько ночей почему-то потому что днем был зал занят тренировались я был без рук уже когда снимали я стартодушно держал эту ракетку снимали часть на новой риге насколько я так знаю там там на лавочке ими да да там много залов они брали ну хорошо чтобы не уходить вот эту киношную историю вернемся к реальному человеку вот папа для вас каким запомнился вот как бы вы его характеризовали и не только как спортсмена но и как вашего человека родного папа есть папа вы знаете это конечно в детстве когда я росла папа часто не было дома в связи с загруженностью сборы отъезды и приезды но а я всегда была окружена его любовью то есть если папа был дома меня забирала из детского сада меня забирала из школы я не чувствовала себя каким-то изгоем там или брошенным ребенком нет вот его любви несмотря на отсутствие ее вполне хватало вот и знаете я вот уже потом с годами наверно после смерти отца поняла что я когда он был жив я не поняла насколько он велик то есть я не осознавала потому что он а был для меня сначала отец первой степени это отец конечно и вот только после его смерти я поняла насколько он был великим спортсмен на вот мирового уровня не только не то что там советского области а именно мирового уровня то есть и вот для меня это стало таким откровением то есть вам бы хотелось бы сейчас с ним поговорить на конечно конечно да и поговорить бывает добывает приходит бывает общаемся разговариваем очень интересно но а его деятельности вот возвращаясь к теме тренерской работы пройдя такой путь в принципе можно почему на лавры как говорится да просто заниматься там приходить куда-нибудь давать интервью ну конечно вот если бы особенно сейчас это происходило но особо при этом ничего не делал папа ваш был не из такого ряда и он все время работал да вообще он когда-нибудь говорил об уходе вот из большого спорта когда нужно было это тяжело было и так далее что вот обсуждали с ним его карьеру вы знаете вот я могу сразу сказать что это не не в характере белого было откуда-то вот что-то уйти или сесть дома там расслабиться ранее это абсолютно не про него до последней на минуты своей жизни человек посвятил себя вот он уже как тренер да уже стоял у истоков вот я сказала один из основателей школьной лиги кэс-баскет он был одним из основателей ассоциации студенческого баскетбола которая сейчас развивается и вот эти его проекты он жил имя то есть вот как спортсмен он завершил карьеру потом у него была вот тренерская история да и потом вот его проекты и я вот думаю что он глядя наверное вот сверху сейчас гордился бы тем что несмотря на его уход эти проекты живы они развиваются они существуют их просто нам уже невозможно затормозить потому что они как раз отца студенческого баскетбола вот в том году если не ошибаюсь 15-летний они отпраздновали знаю да то есть и он остался на посту вот спортивного директора это пост закреплен официально за ним но тут еще хочу такой вопрос адресовать опять же возвращаясь к теме кино там показана ситуация смены тренера фамилия гомельский конечно для поклонников спорта и баскетбола тоже такая известная легендарная личность и там это как бы подчеркнуто тоже было вот так получилось насколько я так понимаю похоронили недалеко не до напротив да 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 это так случайно получилось или все нет это случайность вы что нет это не было сделано специально потому что вот ассоциация студенческого баскетбола хороший друг отца александр владимирович коновалов с кем они основали эту ассоциацию он занимался как раз вот местом вот этим вот и это случайности то есть но это парадокс правда какой то степени да два великих баскетболиста скажем тренер и его ученик у них хорошее было общение по разному пара сергей александровича трудно было сказать с кем у него было хорошее отношение с кем а вот этот характер он помогал ну например может быть спортсмен все выполнять да и как говорится не вступать никакие а можно и вступать и что-то выполнять ну дискутировать на эту тему вот ему его характер спортивный был такой жесткий так по ним на но он ему помогал находить общение потому что тот же гомельский но насколько так мы о нем знаем был тоже сложный человек на любой тренер на сложный человек да даже вот своих тренеров в детстве вспоминаю вот наверное этому помогало да и его может быть за это тренерство тренерские скажем так тренерству все это глобальное тренерство уважала или все-таки были они тут наверное нет вот то что характер это что благодаря своему характеру он стал таким великим это да одно дело без не имея такого характера невозможно было бы это сделать а вот то что касается отношений между там даже игроками в команде с тренерами это был с рамли и тут как раз тому рассказать о чем говорили что индивидуальность но с другой стороны ведь могло быть быть наоборот но могло у него быть когда команды он чувствовал что сегодня чет я не тяну ему не можешь каждый раз играть прекрасно и он понимал что вот он тянется за командой вот почему потому что там еще был советский такой элемент ладно бы играл там в клубе ну клубная была бы до задача ставилась бы а здесь же еще сверху все времена она по голове попадала и тренеру и значит партийные органы были так далее никогда об этом не рассказывал но вы знаете я наверно была в тот момент еще таким маленьким ребенком поэтому если честно не очень я владею скажу такой информации по поводу это но все знают да то что был он одно времени выездным да и вот что-то сказал нет ничего не говорят он вообще старался такие вещи не афишировать не говорить да там может боялись что уедет а даже помните был такой период что многие уезжали и в фильме кстати это тоже так скромно показано но другого персонажа он же работал в италии два года да то есть все таки вот после того как ему разрешили выезд а он уехал в италию работать на два года но тут у нас произошла ситуация что мы провалили все игры ему позвонили попросили вернуться сергей александрович нибудь сергей александрович если вы все не бросил он вернулся сюда стал президентом федерации баскетбола тренером циска возглавил сборную то есть вот это его жизнь понимаете развитие баскетбола говорю это его жизнь особенно вот российской советский баскетбол это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания а